Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. И по традиции цифры статистики. За две недели нового года в столице на пожарах ИЧС спасатели совершили уже 130 выездов. На пожарах погиб один человек. Трое, в том числе и один ребенок, пострадали. А вот 40 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Теперь подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Понедельник открыл печальную статистику погибших на пожарах в столице в этом году. Около трех часов ночи в службу спасения поступила информация о возгорании в девятиэтажном доме по улице Беломорской. Горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже. В ходе тушения бойцы МЧС в ванной комнате в бессознательном состоянии обнаружили 77-летнюю хозяйку. Спасатели передали ее медикам, однако те не смогли реанимировать пострадавшую. Из вышерасположенной квартиры при помощи специальных масок пожарная спасли двух пенсионеров. Всего из здания пришлось эвакуировать 16 человек. В течение получаса пожар был ликвидирован. Одна из возможных версий происшествия – оставленная без присмотра зажженная свеча. В понедельник вечером в результате короткого замыкания электропроводки на 34-м километре МКАД загорелась Toyota Avensis. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь успел повредить двигатель, панель приборов и лакокрасочное покрытие авто. Если вы спросите, какие автомобили горят чаще, здесь однозначного ответа нет. Горят и новые дорогие автомобили и старые. Поэтому своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать нужно любую машину. И делать это только на лицензированных СТО. А еще обязательно укомплектуйте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения и счастливой дороги. Минск чрезвычайный. Вторники среда для работников МЧС прошли относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий в столице не было зафиксировано. А вот в четверг ночью огнеборцам пришлось тушить пожар в одном из столичных общежитий. Сообщение ЧП по проспекту Пушкина в службу 101 около часа ночи поступило от обеспокоенного вахтера. Женщина услышала, что в одной из комнат на пятом этаже сработала пожарная сигнализация. На место вызова незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Из горящего помещения работники МЧС спасли 36-летнего мужчину. С диагнозом отравления продуктами горения пострадавший был доставлен в больницу. Эвакуация жильцов из соседних комнат не понадобилась. Огнем было повреждено имущество в комнате и закопчен интерьер. По предварительной версии причиной возгорания могло стать короткое замыкание удлинителя. Предположительно, по причине короткого замыкания электропроводки в этот же день пожар случился и в офисном здании по улице Татарской. Здесь также сработала автономная пожарная сигнализация. Возгорание в электрощите помещения на втором этаже привело к тому, что теперь собственникам предстоит купить новое оборудование и сделать ремонт. МЧС напоминает, не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома или офиса, обязательно выключайте все электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. И еще об одном ЧП, произошедшем в четверг днем. В 17.30 столичным спасателям сообщили о поступившем в приемное отделение больницы человека с ожогами. Как выяснилось, в квартире по улице Кижеватого при переливании ацетона из бутылки в емкость произошла вспышка паров. В результате чего был травмирован 31-летний хозяин, который при переливании курил сигарету. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую с диагнозом термический ожог обеих нижних конечностей, живота, правой руки первой третьей степени, а это всего 31% тела, был госпитализирован в реанимацию. МЧС напоминает, будьте внимательны и аккуратны в обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Использование открытого огня, будь то спички или сигареты, при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Минск чрезвычайный. В субботу около полудня в МЧС поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по улице Богдановича горит гараж. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Оказалось, что на первом этаже двухэтажного гаража произошло загорание легкового автомобиля Hyundai Santa Fe. В результате огнем поврежден автомобиль и имущество в гараже. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки авто. А закончилась неделя в городе без серьезных происшествий. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.